всех приветствую на канале на ремонте iphone 7 у него нету подсветки после самостоятельной замены экрана будем делать диагностику с помощью шлейфов вот такого плана плату я подключил шлейф подключил на на шлифу все надписи есть по питаниям сверху вниз начинаем прозванивать включаем аппарат подсветки на экране мы не наблюдаем соответственно делаем замеры шлифа это именно ускорение именно диагностики поехали первый контактик пусто должно быть 5 7 подписано на плате 3 контакт 5 7 присутствует 4 контакт еще 5 5 7 присутствуют 7 контакт 18 есть 9 контакт 1 и 8 есть 11 контакт 1 и 8 есть телефон защиты ушел включаем еще раз так еще раз 11 контакта не 18 на 5 и 1 нужно быть меряем по нолям так черт 5 и 7 5 из 7 1 и 8 1 и 8 5 и 1 есть 5 1 не сразу появляются так внизу еще 37 контакт 4 вольта есть нету на первом контакте только отключаем плату теперь переводим в прозвонку и проверяем на кд 1 контакт как на котором не было питания плату предварительно отключаем это это питание 1 5 и 7 на первом контакте есть кз так теперь соединяем шлейф это не тоже временно отключаем забираем дисплейчик так 5 и 7 вольт а это первый контакт первый контакт первый контакт разъема вот этот первый контакт идет на эту сторону на на фл-ку на кондер с этой стороны на один кондер соответственно дальше проверяем и фл-ку вот эту куда ответная часть ее уходит на микро уху 3703 и на пару конденсаторов на обратной стороне платы ну так как дисплейчика люди сами пытались заменить обращаем сейчас внимание пока на верхнюю сторону платы соответственно от первого контакта на вот этот кондерчик это ближайшее что нам попадается переходим к микроскопу вот таком состоянии уже было ну после кто-то короче уже искал зачистка есть контактной площадке тот что-то пытался найти отремонтировать так нас интересует вот этот контакт первый который звонился на шлейфу накратка так мультиметр проверяем его на плате еще раз прозванивается накратка первое что идет это вот этот кондер и дальше по схеме поэтому на данном этапе можно либо снять этот кондер либо включить плату и заморозить его давайте попробуем сначала заморозку заморозку сделаем если это кондерчик виноват он в принципе сразу проявится так так единственно его будет плохо наверно видно из-за аккумулятора нет в принципе достаточно видно так есть включаем плату не успел замерзло хорошо включаем так в этой части как-то плата очень быстро размораживается включая аппарат видимо что то с обратной стороны потому что плата греется именно вот в этой части хотя я его еще включить не успел так все раз включаю на включенный пытаюсь заморозить так на включенный видим что кондер не греется отключаем плату соответственно снимать надо будет извлекать и смотреть на обратную сторону так раскручиваем быстренько плату хотелось бы конечно чтобы это был тот кондер который сверху но скорее всего это не он потому что он не проявился ни капельки ну и плата видно извлекалась сейчас посмотрим что там с обратной стороны делалось вот где там что это и Субтитры сделал DimaTorzok Так Пластику убираем Переходим к микроскопу Так вроде бы тут Да тут тоже кто-то ковырялся Короче пытался Кто-то отремонтировать однозначно Хотя мне сказали что После самостоятельного Но я не думаю что после самостоятельного Видимо где-то уже был Так обращаем внимание вот на этот Какой-то участок он подозрительный Видимо тут вот он пайный Сейчас посмотрим по схеме что это Так это у нас Флки На 37 В контакте мы мерили Было питание На 35 не помню что мерили Сейчас скажу В 35 мы ничего не мерили Там питания нету Так нас интересует пока что Эта линия По этой линии КЗ Вот эту файлочку проверяем 5,7 вольт Которая Так Я сейчас под микроскопом Чуть-чуть посмотрю И вернусь Чтоб не отвлекаться Так Так Вот эти три кондера Флка вот эта Естественно флка звонится на коротко Рядом кондер В КЗ И потом он уходит у нас на микросхему Да, на микросхему подсветки И еще проверяем соответственно вот эти кондеры Вот этот В КЗ Так Как можно поступить Можно поступить по другому Подаем на вот этот кондер 5,7 вольта Или подаем на обратной стороне флки На вот эти кондеры 5,7 вольта Не знаю там видно Видно Либо убираем флку И включаем вот этот кондер Но он не грелся Соответственно может вот этот быть конденсатор Или после флки вот этот кондер Вот этот Вот этот И сама микро Поступаем чуть-чуть по другому Просто включаем плату Сейчас я через iPower уже включу Так как питание Но можно подать 5,7 вольта просто на кондеры Можно подать через iPower И заморозить плату Ну в принципе сейчас так поступим пока что Подаем через iPower и замораживаем плату Так Включаем уже микроскоп Нас интересует этот кондер И вот эти кондеры Покажу что они прозванутся на кратко КЗ КЗ Сам фильтр Потом он вот сюда уходит В общем замораживаем именно Вот эту часть Включаем питание И смотрим что нагревается Я думаю вы увидели да какой кондерчик Верхний Да по ощущениям что кондер вот этот вот Нагревается больше Верхний Сейчас посмотрим идет ли он на подсветку Вот этот вот нагревается Но на подсветку как я вижу Не идет А идет на анод Через фавилку 37 контакт Сейчас его проверяем Но там насколько я помню питание было Идет на У3701 На сам диод Подсветки Но он никак не может быть связан С КЗшкой по вот этой линии По первому контакту Отключаю iPower Подаю на линию Пару вольт Начнем с одного Полтора ампера 0,9 вольта И подаем на Конденсатор Либо на фавилочку Давайте на Кондерчик вот этот вот подадим С39-29 Так С39-29 Это средний конденсатор Вот этого Убираем защиту Замораживаем С этой стороны плата у меня ничего не греется Кроме самого кондера Он поэтому что и греется Потому что ближайший Обратная сторона платы Первый контакт Не в фокусе Но первый контакт На кондере не греется Тоже ничего Еще раз подаем Но уже Надо бы конечно Было бы на другой кондер Но я не помню какой там На фавилку подаем Вот этот кондерчик Нагрелся Вы видели Давайте его уберем Посмотрим Останется ли КЗ Вот этот кондерчик Чтоб легче отпаять кондер Касаемся двух контактов Можно сверху Лучше сбоку И чуть-чуть припой даем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 пробуем включать аппарат можем через переходной модуль можем через напрямую через экран давайте подключим через переходник ввиду того что он уже подключен к экрану и через ipower включим потому что у меня питание шлифа отсоединены включаем защиту включаем аппарат питание включаем включаем аппарат через ipower как мы видим экран засветился вам наверно не видно но вот яблочко есть стартанул ну и соответственно 5,7 вольта у нас появится на так телефон включился видимо что он нагорелся мы меряем питание на первом контакте плюс-минус правда я попутался с щупами некими 5,7 вольта все в пароле вводится сенсор нажимается вот такой ролик конденсатор естественно надо установить в эту цепь сейчас я сниму с донора и установлю но видеоролики я это не монтировать не буду записывать конденсатор обязательно поставим вот такой коротенький ролик по установлению подсветки кому помогло палец вверх всем пока до новых видео спасибо